Приветствую вас, давайте мы разберёмся с тем, что вы написали, и, значит, попробуем выработать некоторые рекомендации вам, начать. Прежде всего, мне бы хотелось того, что заметить, что вы не задаёте свой вопрос. То есть, вопросов у вас нет. Вообще, текст. Есть ситуации, есть проблемы, есть конфликт, а вопросов нет. То есть, понимаете, вот непонятно вы сами, что хотите делать с этой ситуацией, с тем, что происходит с вами. Вот. И хотите ли вы вообще что-то делать с этой ситуацией, с тем, что происходит. Понимаете? Вот. Потому что, если нет, если вы не хотите ничего делать, это одно. Если вы задали свой вопрос, ну, просто вот, чтобы получить какой-то, хоть какой-то ответ, это другое. Да? То есть, здесь можно просто, ну, сказать вам что-то. И всё. Если вы понимаете, что это в некотором роде серьёзная ситуация, то, что вы, ну, вот, ну, в таких отношениях оказались. То, что вы в такой ситуации оказались. Если вы понимаете это, что вы вот в такой ситуации оказались, и с этим нужно что-то делать, да. Если вы понимаете, что вы оказались в этой ситуации, ну, не просто так, что у этого есть причина, то с этим нужно работать. Вот. Поэтому я предлагаю вам все-таки для начала задать свой вопрос. Именно вопрос. Что вы хотите? От нас, например. От психологов. Ну, помимо того, чтобы мы помогли вам разобраться в ситуации. Значит, дальше. Смотрите. Вы говорите, что мужчина к вам груб, мужчина к вам проявляет неуважение, мужчина хамит, значит, ругается, бьет вас, ну, может быть, не бьет, но оскорбляет, бьет, бьет морально. Да. Вот. Вся эта история происходит. Вы говорите о том, что эта ситуация есть, она имеет место быть. Вот. И, соответственно, вы говорите о том, что, несмотря на это, вы его любите и хотите быть с ним. Вот вы знаете, я вам верил, вот до того момента, пока вы не написали в своем последнем абзаце, что вы боитесь остаться одна, и что вы боитесь никого не встретить. Я верил, что вы действительно этого человека любите, и верил, что вы действительно, ну, просто хотите, ну, быть, как бы, с ним, и не хотите с ним расставаться. Вот. Я верил в это. Но, после того, как вы написали свою фразу вот эту, я измениваю свое мнение, вот, и теперь мое мнение такое, что вы в этом человеке видите, по сути дела, избавление. Вот. Вы видите избавление для себя. Вы видите избавление для себя. Вы видите спасение для себя. То есть, во-первых, вы боитесь боли, и у вас есть не совсем корректное, на мой взгляд, отношение к боли, вот. Во-вторых, вы, как бы это сказать, нуждаетесь в человеке. Вы нуждаетесь в этом мужчине, вы нуждаетесь в другом мужчине, вам нужен мужчина рядом. Вопрос. Вопрос. Для чего? Для чего? Для чего вам нужен мужчина рядом? Зачем? Какую функцию он выполняет? Вы не можете быть одна, например. А вы, допустим, не привыкли быть одна. А, понимаете, может быть, у вас есть какой-то страх, может быть. Ну, например, страх одиночества, допустим. Или, может быть, есть что-то еще, ну, что-то еще, может быть. Какие-то еще, может быть, есть у вас моменты, которые, так или иначе, стимулируют вас к тому, чтобы вы были с этим вот человеком, с этим, ну, именно вот с этим мужчиной. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, нужно анализировать вот это. И уже, исходя из этого, работать над тем, значит, значит, что вас удерживает с ним, ну, вот, с мужчиной. Что вас удерживает, может быть, вообще с людьми, понимаете? То есть, ради чего вы все это терпите? Ради любви? Нет. Это не любовь. Вы говорите, что, значит, в душе боитесь, что у меня не получится построить отношения с другим человеком. А зачем построить отношения? Какие личностные проблемы стоят у вас за этим страхом, ну, за этим опасением? Что вы пытаетесь решить через другого человека? Что не хватает вам в себе? Что вы пытаетесь найти это в другом? Что и поражает, собственно, зависимость от партнера вашего. Вы пишите, либо другой человек меня так же разочарует и причинит много боли. Опять же, здесь у вас есть некий такой уход. От ответственности, ну, на мой взгляд, как это видится мне. Почему, да, почему? Уход от ответственности, потому что не другой человек разочаровываетесь, а вы разочаровываетесь. А чтобы не разочаровываться, нужно не ожидать. Не нужно ожидать, по сути дела. То есть, чтобы не разочаровываться, достаточно всего лишь не иметь ожиданий. Не возлагать излишних ожиданий на человека, как это делаете вы. Это все, что вам нужно для того, чтобы не разочаровываться. Теперь давайте посмотрим дальше. Разочарование. Разочарование это что? Это, ну, остыть понимание, да, того, что человек не может, не такой, каким мы хотим его видеть, грубо говоря. Вот. А каким мы хотим видеть человека? А человека мы хотим видеть таким, каким нужно нам. Таким, каким нужно вам. Понимаете? Какая история. А теперь, на секундочку. А каким человеком вам нужно его видеть? Важный вопрос. Важный вопрос. Это же вам нужно. Не ему. А вы на него перекладываете ответственность и на другого будущего партнера тоже. За то, что нужно вам. Поэтому вот я думаю, что... От этой позиции, от этой позиции, вам и, в общем, нужно отходить. Потому что... Эта позиция, она... Ничего хорошего вам не дает. И здесь есть еще одна история. Какая? Значит... Смотрите. Вы с молодым человеком четыре года. И... Молодой человек стал вести себя так, как он себя ведет. Очевидно, не сразу. Очевидно, он начал вести себя после какого-то момента. Это означает, что вы сразу не пресекли такое его поведение. То есть, ну, не показали ему, что так, грубо говоря, нельзя. Не показали, что для вас подобное поведение неприемлемо. Вот. Ну и... Соответственно, если... Если вы... Не показали ему этого, Что на то были причины. И мне кажется, что причины, в общем и целом, достаточно веские. Да? То есть, это причины, опять же, нуждаемости. Опять же, страх. Вот. Ну, а теперь... Скажите мне, пожалуйста... Можно ли... Можно ли... Выстраивать отношения на... Кхм... На опасениях. Вот. Можно ли выстраивать отношения на... О том, что вы вот боитесь. Можно ли? По моему мнению, нет. Потому что отношения на опасениях, это не свободные отношения. Вот. Вот, именно так я и думаю, вам ответить на ваш вопрос. Молодой человек не изменится. В этом вы правы. Он... Действительно станет... Останет в таких... Вот. Нет, ну, может быть, конечно, история, что... Например... Вы от него уйдёте, а он, там, поменяется, например. Может быть, такая история. Ну, по сути дела, то, что эта история случится, можно на это надеяться. Но рассчитывать на это я бы не стал. Вот. Поэтому, вам нужно больше ответственности нести за себя, свои желания реализовывать самостоятельно. Ожидания, которые у вас есть, значит, по отношению к людям, по отношению вот к мужчине вашим, эти ожидания нужно отслоить одно от другого, ну, чтобы адекватно воспринимать и себя, и его. Ну, и я бы сказал, что поработать над личными границами. То есть, у вас есть некие свои базовые потребности, которые вы не реализуете сами, потому что, ну, есть определённые трудности в этом, в этом, у вас. Есть определённые сложности в этом для вас. И теперь вы просто-напросто оказали зависимость от человека, который создаёт для вас видимость того, что всё стало хорошо, всё успешно и так далее. Вот, по сути, такая же проблема. Что касается того, что вы не сможете быть счастливы ни с кем. Это так. Вы не сможете быть счастливы ни с кем до тех пор, пока вы не сможете быть счастливы сами. А для этого нужно не нуждаться в людях, не нуждаться в молодых людях, не нуждаться в мужчинах, а строить независимые партнёрские отношения. И уже потом вступать в зависимость от другого человека ровно настолько, насколько это не оказывает вам вреда, не подавляет вас. Знаете? А что-то происходит сейчас вас подавляет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!